Здравствуйте всем, с вами Ультра. И сегодня я продемонстрирую, как создать систему хранения предметов с модом Applied Energiesics. Причем такую систему хранения предметов, аналогов которой в Майнкрафте даже с любыми модами практически нет. Ах, давайте по порядку. Итак, давайте сначала соберем сеть. Сеть это, как бы так, по научному совокупность устройств, объединенных кабелями. Загибать не будем, начнем с главного. Контроллер. Это мозг всей системы. Делается он из четырех железных слитков, вот таких вот четырех кристаллов и вот такого вот процессора. Процессор делается обжиганием вот этой заготовки. А вот это все делается силикон обжиганием кварцевой пыли. Мод добавляет новый вид кварца. Но, в свою очередь, можно дробить кварц нижнего мира. И нам еще понадобится вот такой ножичек. Две палки, два кварца и железо. Проще некуда. Ну и вот такие вот кристаллики. Такой кварц, такой кварц и редстой. Думаю, запомнить нетрудно. Ставим. Но что это? У него не хватает энергии. Я воспользуюсь в качестве источника энергии вот такой вот штукой. Крафт анонимит. Предназначен для администраторов серверов и создателей карта. Закопали. Видим контроллер онлайн. Энергия используется. Можно переключать единицы измерений. Это Universal Electricity. Собственная Playtime Logistics. Buildcraft и Industrial. Чуть не забыл. Нам потребуется вот такая штука, как кабель. Делается он вот так. Шесть стекла. И три вот таких пыли. То же самое, что и кристаллы, но вместо обычных кусков пыль. Давайте подцепим. Бак индастраловского API. Иногда нужно обновить пурок, чтобы провода так и соединились. Так. Сюда мы поставим терминал. Так, что же такое терминал? Эта штука дает доступ к сети. Стекло. Железо. Знакомый нам кабель. И матрица конверсии. Это делается так. Кварц. Ну, в любой последовательности. Железо. Пыль. И золотой процессор. Делается так же, только вместо алмаза золото. Небольшая разница. Ну, разве что в цене. И дисководы. Бахну сразу с запасом. Вот такой вот интерфейс. Десять слотов. Приоритет. Надо с баню настраивать. Посмотрим, как эта штука краптится. Два процессора. Базовых. Четыре железа. Давайте флайсунду. Ничего сложного. Но. Дисководу должны прилагаться диски. Вот они. Один килобайт. Четыре килобайта. Шестнадцать килобайта. И шестьдесят четыре. Я не беру пятый вид дисков. Креатив цел. Поскольку он имеет неограниченный объем памяти, но не имеет крафта. Поэтому нам он не важен. Если что, сам наедите. Итак. Диск один килобайт. Три железа. Три редстоуна. Два стекла. И ячейка. Ячейка делается вот так. Дальше. Четыре килобайта. То же самое, но вместо ячейки сегмент. Сегмент делается вот так. Три ячейки. Четыре редстоуна. Процессор и стекло. Шестнадцать килобайта. Здесь уже блок. Алмазный процессор. Цвета пыль. И три сегмента. Ну и стекло. И. Кластер. Шестьдесят четыре килобайта. Здесь вот так. Как обычно. Кластер делается так же, как и блок. За исключением того, что вместо сегментов используются блоки. Запилим. Мы видим, что флешки зарядились. Мне приучено не назвать их флешками. Хотя. Они больше смахивают на харды. Блин. Это же натуральный сервер. Вот. Мы видим, он стал жрать немного больше. И я обошел вниманием вот этот девайс. Как сейчас выяснится, не зря. Итак. Перед нами стоит задача. Импортировать лут из этого сундука в сеть. Но как это сделать? Можно, конечно, через терминал. Просто берем лут и забрасываем. Вот у нас 116 блужника, 8 такой роды, 8 такой. Ну, там какие-то могут другие количества, но цифры мелкие. Читать трудно. А лут все прибывает. Как-то так, особенно если карьеры далеко от сети. Что-то как-то не набегаешься, я вам скажу. А карьеры продолжают копать. Ладом бы один. Там еще можно как-то справиться в дворы, допустим, на их два. Поэтому мы делаем следующее. Шина импорта. Делается оно вот так. Кабель, два железных слитка, липкий поршень и интерфейс. Интерфейс в свою очередь делается вот так. Два железных слитка, еще два железных слитка, кабель, матрица и три стекла. Нет, это не та матрица. Здесь я таблетки не убирал. Так вот, что мы делаем? Мы подцепляем эту шину к сундуку. Замечу, что даже если щелкать просто тупо на блоках, она не различает блоки с инвентарем и блоки без Анова. Она просто клеится куда ей хочется. Поэтому лучше нацеливаться на инвентарь. Вот он, бак в действии. Замыкания не происходит, надо подставить провод. Вот. Так, земля улетает. Тессерак настроен на прием. Выход. Вывод. Она улетает в шину. И вот мы видим в терминале. К слову сказать, доступ к содержимому дисков без терминала получить не удастся. Есть, конечно, вариант с беспроводным терминалом, но это уже скорее... Не то чтобы из области фантастики, это я сейчас загнул. А... Нам это просто не требуется. Кому интересно, вот они, все предметы Плайт Энерджистиксов. Я бы сказал, немного. Чем он хорош? Он еще добавляет кварцевые инструменты. Топор, мотыга, лопата, мечи, кирка. Также вот эта штука, не пойму зачем. Вот она, креативная ячейка. Имеет неограниченный объем памяти, но, видите, только типы. На каждую флешку влезает только 63 типа предметов. То есть, допустим, если у терминала попадает 64-й тип лута, он уже будет записываться на другую карту. Вот мы видим, на этой карте 7 типов и 106 байт. Карты записываются по порядку, то есть сначала вот это, потом вот это, потом третий ряд, четвертый и пятый. Ну, естественно, это зависит от того, в каком из приводов есть флешки. И чем больше лута в сети, тем больше жрет сервер. Поэтому лучше лут своевременно извлекать. Ну, карьеруем, как говорится, пофигу. Они продолжают ковырять. Ну, вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. До встречи. Я уже настолько заездил эту фразу, что у меня просто оскорблен на языке. Субтитры сделал DimaTorzok